Доброе утро, джентльмены! Рада, что вы живы и здоровы! У неё была обязательная такая вера, что несмотря на всякие жизненные перипетии, всё будет хорошо. Она была очень шик, она просто вот завораживала. И в каком-то смысле она не нашла своего режиссёра, потому что она могла бы быть и красавицей. Мне представили моего педагога, знакомьтесь, Рина Васильевна. Я сказал, зелёная, боже мой! Я очень удивился, и так мы познакомились. Старушка одна тоже зашла, попить воды попросила. Попила воды, потом хватили, а пианины нет. Ну и, конечно, когда ты смеёшься, ты, конечно, делаешь публику счастливой. Удивительный дар. У Риной зелёный был дар. Всё, что выпадало ей в жизни, она превращала в историю любви, добра и света. Ну как начало? В общем, хорошо. Но нехорошо. Она показывала нам мир с какой-то неожиданной точки зрения. Весёлый. Мировые катаклизмы, нищета, коммуналки. Много работы, мало работы. Ничто не имело на дне власти. Она умела быть счастливой вопреки всему. Всё будет хорошо, и она будет обязательной участницей этого всё будет хорошо. Это вот её отличало от многих и многих людей. Зелёное – не псевдоним, а настоящая фамилия по отцу. Это не отец. Это одесский градоначальник Павел Зеленой, которого Рине Васильевне часто приписывали. Портрет отца, Василия Ивановича Зелёного, история не сохранила. Имя тоже настоящее, просто она его укоротила, не помещалась на её первой афише. Морозова! Вам почему-то телеграмма. Она-то ещё и назвалась как-то не вполне по-советски. Может, если бы она была Екатериной, она, может быть, и получила когда-нибудь главную роль. Выображаю. Может, получила бы, может, нет. Зато Екатерин много, а Рина – одна. Ни от чего не отказалась. Чуть-чуть подправила. Так появилась Рина Зелёная. Она родилась в Ташкенте в 1901 году. В те времена никто никуда не переезжал. Где люди рождались, там и умирали. И вдруг удивительное, невероятное дело отца переводят в Москву. Ездили тогда в поездах долго. Девочка задумчиво смотрела в окно. Интересно, какие в Москве арыки? Какие верблюда? Семья была большая, четверо детей. Хочется сказать, дружная. Но нет, совершенно не дружная. В нашей семье никто ни с кем не дружил. Были как бы составные части, которые, сложенные вместе, назывались семья. Мама и отец – совсем не подходящие друг другу люди. Во время гражданской войны семья раскололась. Мать с детьми в Москве, отец в командировке в Одессе. В Москве холод, голод. И мама решила ехать к папе, хотя даже адреса не знала. Просто в Одессу. Доехали до Харькова, дальше поезда не ходили. Стояли морозы. Денег не было, теплой одежды не было, еды не было. Зато был тиф. Все собрались умирать, тут же, прямо на вокзале. В последний момент полузамерзшая Катя увидела проходивших мимо военных. И среди них, ну надо же, оказался их московский знакомый. И вдруг чудо! Как в кино. Нас подбирают, ведут по бесконечным, обледенелым путям Харьковского вокзала. И почему-то мы спасены. На этом чудеса временно закончились. Когда они приехали в Одессу, Катя все-таки заболела тифом. Но отца нашли. А заодно его новую военно-полевую жену. Остаются вопросы. Что за военные? Белые? Красные? И в какую, собственно, командировку отправился посреди гражданской войны ее отец? Ее отец был белый офицер. Предположительно, генерал. Но я не могу это утверждать. Именно потому, что это в семье было за семью печатями. Такая деталь биографии могла стоить Рине не то что карьеры, жизни. Но вот он счастливый случай. Государство как-то промахнулось мимо их классово чуждой семьи. Слава Богу, все выжили. Никто никуда не уехал за границу, значит, и не пытался. Отец доживал свой век в коммунальной квартире в Москве вместе с своей женой, вот этой вот второй женой, которая за ним ухаживала. Его навещала Рина. Тогда в Одессе отец был готов немедленно вернуться в семью. Но мама не захотела. Они сами по себе, мы сами по себе. Все отлично устроилось. Но как-то никто не подумал, на что они будут жить. Выбора не было. Катя стала главой семьи. В двух шагах от знаменитой одесской оперы в подвальчике как раз открылся новый театр. Там требовались артисты и платили кое-какую зарплату. А Катя еще в Москве окончила актерскую школу. Может быть, именно ради этого она с матерью ехала из Москвы в неизвестность, болела тифом, умирала на вокзале в Харькове, чтобы здесь, в Одессе, стать профессиональной актрисой. В театре Крот актеры сами сочиняли сценки, куплеты, пели, танцевали, придумывали костюмы и декорации. Руководил Кротом Виктор Гинсбург, прозванный за длинный нос Типот, по-английски чайник. Эта встреча еще один счастливый случай. Виктор Типот стал автором оперет «Свадьба в Малиновке», «Девичий переполох», «Вольный ветер», создателем театра сатиры и театра миниатюр, в которых Рина будет играть. Да, и другом на всю жизнь. Картина ясная, Одесса красная, и мне с Одессой той не по пути. Из Красной Одессы Рина решила вернуться в Москву. Здравствуй, мой родной дом. Сняла комнату, перевезла мать с сестрой, а потом и любимого режиссера Типота с женой. Пятеро на шести квадратных метрах, кровать и сундук, жить можно. Рина Васильевна помогала матери, сестре Зине, племянникам, друзьям, знакомым, полузнакомым, женщина с прицепом, который постепенно превращался в товарняк. И все это естественно, легко, без мученичества, без жалоб, без выставления щитов. Тогда это установилось раз и навсегда. У вас все будет хорошо, если рядом она. Рина Зеленая. А почему из-за меня не пойти? Какие у меня, собственно, общественно-физические недостатки? У жены Типота был брат, Владимир Блюменфельд. Он влюбился в Рину без памяти. Но Рина, если и была в тот момент влюблена, то только в театр. Ей не хотелось замуж. Ни за Блюменфельда, ни вообще. Слезы не могут вам мочь помочь. Но я не хочу выходить замуж. Это не есть уважительная причина. Жених попытался покончить с собой. Рина его за это не полюбила, но с ней поговорил папа. Убедил не брать грех на душу. Молодые поженились. Драма. Только не для Рины Зеленой. Она поступала так, как подсказывала сердце. А сердце подсказывало быть доброй. Со временем страсти улеглись, и пара мирно развелась. Пройдет несколько лет, и Владимир Блюменфельд, уже знаменитый адвокат, познакомится с ее новым мужем. Что касается первого мужа Рины, то он вообще ни на кого не был обижен, никто на него не был обижен. Он приходил играть в шахматы с дедом. Совершенно в ее духе. Все довольны друг другом и дружат домами. Все счастливы. Замужество и развод – важнейшие события для молодой женщины. Но только не для Рины. У нее было кое-что поважнее. Я-то, например, убеждена, что артисты чисто физиологически у них клетки иначе устроены. Потому что, когда они выходят на площадку, на съемку, возникает кураж. Как у цирковой лошади при фанфарах. Ирина ничего не хотела, только играть. Только быть на сцене. В Москве бурлили 20-е. НЭП. Один за другим открывались кооперативы, частные рестораны, театры, кабаре, где собиралась богемная публика. Я увидела странную вывеску. Яркая, нарядная и нелепая. Она нахально лезла в глаза. Театр, не рыдай. Как будто прямо для меня написано. Не прошло и нескольких дней, а я уже служу в этом театре, будто тут только меня и ждали. Рина все делала с блеском. Играла, пела, танцевала, смешила публику, терзила ей и сводила ее с ума. Звездные гости – Маяковский, Есенин, Сощенко, композиторы, режиссеры – приезжали в театр специально к ее номеру. Она даже стала законодательницей мод. Дамы стриглись под рину зеленую. Это на самом деле такой стиль голливудский. Тогда это было очень модно. 20-е годы как раз у Папста были такие героини. Старые черно-белые фильмы. Вот они были именно вот с такими. С туалетами приходилось сложнее. Их надо как-то доставать. А Рина, как говаривал ее друг Ростислав Плят, была недошлая и не ушлая. Поэтому ей перепадало то, что не сгодилось другим. Случались роковые ошибки. Однажды, получив по блату пропуск на какой-то склад, она на радостях отхватила обе туфли на левую ногу. И все-таки ходить можно. Застежка немного не так, как надо. Но что делать-то? Так и носила. И никто не замечал. Советская девушка даже смела ходить в том, что мы внедряем. Вот я помру, и никто никогда не узнает, какой у меня был прекрасный вкус. У нее был прекрасный вкус, прекрасный рост, отличная спортивная фигура и невероятная индивидуальность. Вполне достаточно, чтобы ее наряды выглядели особым шиком. Тем более со сцены. А ведь сцена – это же главное. КОНЕЦ КОНЕЦ Когда кино только-только начиналось, Рине выпала неслыханная удача. Она попала в первый советский звуковой фильм «Путевка в жизнь». На столе стоит чернила, в черниле два пира. Прощай, папа, прощай, мама, я поеду на кофе. Это, правда, почти все, что от нее осталось. Нет, ее не вырезали, просто кинопленка оказалась в браке. В 1939-м Рина Зеленая с подругой Агнией Барто написала сценарий фильма «Подкидыш». Уже во время съемок режиссер понял, что не хватает одного комедийного персонажа. И Рина его тут же быстренько придумала. Заодно уж и сыграла. Ну, я же вам объясняю, ну, я же объясняю вам. Вы возьмете АТЕС, АТЕС КЕ, 375-46-010, нет, 010 со старого телефона, 375-46-КЕ. Странно, но успех фильма и с блеском сыгранная роль не открыли перед Риной новые двери в кино. Разве так можно делать? Кино, как всегда, нужна была романтичная героиня. А Рина, Рина была смешная. Смешная красавица, это вообще редкое амфлуа. Кстати, всегда это было ценно, даже Марлин Монро. Она же всегда была очень, очень смешная, очень трогательная. Такая же совершенно трогательная, беззащитная, удивительная была Ирина Зеленая. Поэт Вера Инбер сказала о ней. Она была похожа на мальчика, который похож на девочку. Во всяком случае, выходя на сцену, я всегда ощущала себя высокой, красивой блондинкой. Сценариев она больше не писала. До войны снялась только еще в одном фильме «Светлый путь». Семена Афанасьевна, Семена Афанасьевна, к вам это пришло. Ну, вы вызывали ее с ночной смены. До мороза. И все же ее подкидыш остался не только в истории кино, но и в сердцах. Его засмотрели до дыр и разобрали на цитаты. А в 21 веке раскрасили, чтобы он жил и сиял дальше. В середине 30-х случилась наконец большая любовь. Ее избранник Михаил Кольцов, советский журналист номер один, друг Хемингуэя и герой его романа «По ком звонит колокол». Человек, о котором Илья Эренбург сказал, он такой умный, что ему самому это тяжело. Служил в разведке. Во время войны в Испании был не только репортером, но и официальным представителем Сталина при республиканском правительстве. Его окружал орел таинственности и могущества. Разве можно остаться равнодушной к такому человеку? А если он еще и сам влюблен, Рина была обречена. Они уже целуются, какой кошмар. Ко времени знакомства с Риной у Кольцова была официальная жена, советская журналистка и неофициальная, пламенная немецкая коммунистка. Что же это значит? Жених начинает петлять. Семью и брак Кольцов понимал исключительно в духе революционной морали. Рожденные революции и новые люди должны устраивать совместную жизнь без посредничества церкви и государства, без фальшивого лицемерия. Михаил Кольцов. В какое-то время она была с Кольцовым очень счастлива, без фальшивого лицемерия. Но Рина правильно оценила ситуацию и нашла в себе силы разорвать эту связь. Слишком самостоятельная, слишком умная. Конечно, мужчины таких опасаются. В мемуарах Рина обошла эту историю полным молчанием. Я не собираюсь исповедоваться, рассказывать, как я нерешительно, трусливо, не люблю сильных ощущений, бурных морей, не умею и не люблю собирать грибы. Не люблю пожаров и катастроф. Жизнь Кольцова закончилась скоро и страшно. Он был арестован и расстрелян. Гражданская жена Мария Остен Кресхёнер примчалась из Германии его выручать и тоже погибла. Официальная московская жена публично отреклась и не пострадала. Рину спас характер. Она не умела отрекаться, но умела резать по-живому. И так, чтобы никто не видел её слёз. НЭП прикрыли, и кабаре её юности постепенно исчезли. Все мои театры исчезли абсолютно, потому что от театров не осталось ничего. А вот и нет. Я в Большом театре ни разу не работала, а эти маленькие книжки. Играть советские пьесы про борьбу за урожай это не для неё. Оставалась эстрада. Конкуренция здесь была жестокая. На Пяткин наступало новое поколение. Мария Миронова, Александр Минакер, Аркадий Райкин. Классика нужна. Классики не придерёшься. Коллеги же, они непростые люди. Коллега всегда смотрит на вас как на конкурента. В конкурентной борьбе вы мне мешаете, вы меня победите или не победите. Она никому никогда не мешала, потому что она имела свою нишу в искусстве. Ниша нашлась почти случайно. В сборном концерте образовалась дырка, Ирину попросили её чем-нибудь заполнить. Ну, в Новицкой знакомьтесь, Рина Зелёная. Очень приятно. Готового номера не было, и Зелёная просто прочитала мой додыра детским голосом. Успех был неожиданный и бурный. Публика требовала ещё. из управдом говорят, давайте одевайте вашего ребёнка на ёлку. А мама говорит, нет, не дам. Они говорят, что вы, гражданка, что-либо, как будто бы, вы не понимаете, у нас и так все деньги затрачены, ёлка стоит, стоит как дура, а детей нету. Фишка этого дела, как говорят молодёжи, в том, что артистка взрослая и потом уже пожилая говорит детским голосом. И это вызывало в зале большую реакцию, большое понимание, большое умиление, не только смех. Я ещё маленький, нельзя допускать такую перенагрузку на моём ещё неокрепшем организме. Вот так Рина Зелёная придумала новое направление в эстраде для себя одной. Очень много артистов, которые могут заставить вас плакать, а вот заставить вас смеяться. Это редкий бриллиант, это на самом деле редкие, редкое дарование, и у неё оно было. Она читала детские рассказы на радио, записывала пластинки, ездила с концертами по всей стране, за границу и даже на Северный полюс. Это было, оказывается, так нужно людям, особенно во время войны. Артистка Зелёная прошла с концертной бригадой вместе с 4-м Украинским фронтом через Карпаты, сыграла 83 концерта, заслужила орден Красной Звезды. А я не плакала, когда мне подарили эту куклу, а только потом я всё время плакала, разве ведь можно в неё играть, или у неё глаза не открываются, и она всё время в 7 лет. Я случайно попал на эстрадный концерт, и меня поразил факт. Человек один стоит на сцене, что-то там рассказывает, а тысячи человек в зале смеются, смеются радостно, и мне показалось, даже излучают какие-то добрые чувства в это время. Я привык после войны видеть озабоченные лица, сосредоточенные, грустные, и вдруг я смотрю, люди радуются, и мне казалось, что они становятся счастливыми, и я захотел быть таким дядей. Рина была одной из тех, кто стоял на сцене и делал людей счастливее в трудные времена. Я, конечно, хочу, чтобы все товары, которые вы ищете, которые у нас нет, чтобы они все были, а вот все, которые у нас есть, чтобы никогда их больше не было. Она умела находить своих авторов, свой материал и преображать его, иногда до неузнаваемости, наполнять своим талантом, юмором, энергией, а еще она умела выживать, карабкаться и не опускать руки, ни при каких обстоятельствах. Всегда вас приветствовать рады, веселые ваши друзья, артисты советской эстрады. В один счастливый день в доме отдыха Синоп в Абхазии общий знакомый представил Рине своего друга из Ленинграда, архитектора Катета Пурицзе. Я не знала, что после этого я 40 лет буду женой этого Катета Пурицзна, буду жить с ним всегда рядом и от этого буду самым счастливым человеком на свете. Константин Тихонович Тапурицзе, сын грузина и француженки, выпускник Академии художеств, человек настолько образованный, что Рина говорила, мне энциклопедии не нужны, у меня есть Катет. В будущем Тапурицзе главный архитектор всего исторического центра Москвы. Знаменитые фонтаны ПДНХ его работа. Я называла Константина Тихоновича мой ангел. Домработница мне говорила, твой ангел звонил. Характер у ангела был нелегкий. Он требовал, например, чтобы жена каждый день присылала ему письмо со всех гастролей с полным отчетом, где была и что делала. У тебя сердце, у тебя нервы. Вот ты уже разволновался. Ну что-то я совсем не волнуюсь. То есть как-то ты не волнуешься, когда ты знаешь, что я уезжаю. Ах, в этом смысле, да. Но это другое дело. И она писала при всей своей нелюбви к этому занятию. Как-то подсчитала. Сам он за 40 лет написал ей только шесть писем. Она уступала ему. Она уступала, потому что дед был ну, немножко негибкий. Немножко совсем негибкий. То есть он никогда ни на кого не кричал, все носил в себе. Но если он принимал какое-то решение, то он никогда никому не уступал. И я, человек долго самостоятельный, привыкший сам решать вопросы жизни и распоряжаться собой, поняла, что тут ничего не поможет. Кто-то должен был в корне сломать себя. И это пришлось сделать мне. Куда вы девали моего мужа? Вашего мужа? Несчастная. Он даже не сказал вам, что он женат. Семья Константина Тихоновича стала для Рины родной. Не ладить со свекровью? Ревновать к детям от первого брака? Да это просто немыслимые вещи. Это я нашел письма на французском языке, который писала мама моего деда, француженка Жанна. Она пишет Рине «Итак, я жду вашего ответа, моя дорогая, моя хорошая, моя любимая Ирина. Я вас целую от всей души, от всего сердца. Я вас люблю, как настоящая мать любит свою дочь». Отец и зять Константина Тихоновича погибли в блокаду Ленинграда. Мама умерла позже, в эвакуации. Узнав о смерти любимой свекрови, Рина надолго потеряла голос. Старшего сына КТ, Романа, эвакуировали в Ташкент и отправили бороться с басмачами. Недавний блокадник тихо загибался. Рина упросила знакомого героя-летчика Ивана Спирина вызвать Романа в летную школу в Иваново. И скоро он стал стрелком-радистом и летал бомбить Берлин. Рина спасла его, и причем она никогда в жизни этим не кичилась, не напоминала. Отец ее очень любил и уважал. И не было никакого опять же сюсюканья, он не думал ее никогда там называть мамой, например, и никто никогда этого не предлагал, но он ее звал Риночка и был ей абсолютно предан. Мне жалко было Рину, что не было своих детей. Но она как-то относясь ко всем детям с полным не светским интересом, а по-настоящему не страдала. Мир ребенка это какой-то особый красочный мир. Слушайте, что там зудит все время? После войны Кате забрал к себе сестру с дочерью. Сын демобилизовался тоже к отцу. Квартирный вопрос был решен традиционно для Рины. Все вместе в одной комнате в коммуналке. Потом квартира стало больше, но и людей прибавилось. В Большом Харитоневском переулке, в большой квартире четырехкомнатной, старой, в старом дореволюционном доме, мы жили, соответственно, Рина, дедушка, бабушка Тамара, сестра деда, ее дочка Татак, ее муж, мой папа, мама и я. Ну, вот, восемь человек. Да, еще няня, которая тоже жила с нами, соответственно, девять человек. И кот, да, и кот был. Кот, который вот представлен здесь на фотографии с Риной. Любимый кот Рины и бабушки. В конце концов, это твоя тетя, а не моя. Ну, моя тетя, твоя тетя, какая разница, попей с ней вместе чайку, поговорить с ней как следует. В русско-французско-грузинском доме ничего не делили, не ссорились, не мечтали избавиться друг от друга. Рина еще умудрялась в этом муравейнике держать настоящий салон. Мы дома каждый день по вечерам. У них собиралась вся московская и ленинградская интеллигенция творческая. Эти замечательные творческие люди талантливые устраивали дома постоянно какие-то импровизации, спектакли, концерты. Известные люди очень, которые не просто так заходили для того, чтобы отметиться в творческом салоне, а реально с ними дружили. Рина была теплейшим человеком. И мы были очень дружны. Истинно, потому что очень важно, что друзей не так много. Я вас одобряю, я вас вполне одобряю, хотя с этим абсолютно не согласен. Но центром ее жизни был и оставался КТ. Сейчас же возьми таблетки, и это на потом принимать все время. Можешь ехать совершенно спокойно, Мурзик? Хочешь, я поклянусь, что в этой горке я участвовать не буду? Слово Георга Сибуля. Ну, это другое дело. Быть счастливыми вместе 40 лет подряд? Кому такое по силам? Разве что одной необыкновенной женщине, научившейся терпеть и уступать и одному грузинскому ангелу с ужасным характером. В 1946 году Григорий Александров начал съемки новой комедии. Рина воззвала к его совести. Он еще до войны обещал ей хорошую роль. Но женских ролей уже не осталось. Была одна мужская, гример на студии. И ту, наверное, придется выкинуть. Рина тут же ухватилась. Из ничего сотворила чудо. Она прежде всего должна мне выдать тапочки, если они мне полагаются. Правда? А потом я уже с ними могу делать все, что мне угодно. В конце концов я могу с ними просто в них спать. Что вы сделали сегодня со своим лицом? Уберем эту деталь. Мы сегодня совершенно на себя не похожи. Что вы говорите? Совершенно не похожи на Никитина, я говорю. Губы такие уже не носят. Это нужно будет что-нибудь подобрать. Моя, еще главное дело, что они хотят меня сейчас отправить в отпуск. Как будто я могу с такими нервами в отпуск ехать. Это совершенно не годится. Это, я думаю, будет хорошо. Хорошо. Средняя пухлость. Сексапил номер 4. Весну отправили на венецианский фестиваль, и она получила призы за лучший сценарий и за лучшую женскую роль. Рине, разумеется, ничего не досталось, как и Фаине Раневской. Белая горячка. Горячка белая. Кто больной, я больной. Раневская и зеленая – явления неповторимые и оригинальные. Но чем-то они все-таки похожи. Эксцентричностью, абсолютной актерской свободой и даже нестандартностью внешности. Правда, по Драневскую, как по Дрину, никто в стране не стригся. В каком-то смысле, может быть, еще плюс залог внешности. Она была худая всегда. Она была всегда элегантна. Ну вот что там не хватило? Вот такая же была и Фаина Георгиевна. Нельзя же сказать, что она всю жизнь была какая-то некрасивая. Но каким-то странным образом она себе записала в некрасивые. Она как записалась, так и поплыла. И если вы сможете посмотреть, поставив их рядом, ну вот один эпизод с одной актрисой и другой, и сравнить, вы почувствуете разницу. А сформулировать ее вам будет трудно, эту разницу. Здравствуйте, здравствуйте. Я ваша родная тетя. Я приехала из Киева. Я буду у вас жить, правильно? Здравствуйте, дорогая тетя. Ой, какой неожиданный приезд. Здравствуйте. Поганая она, ваша собака, вы понимаете или нет? Тише. Вы мне все нервы истрепали. Вас что, собака покусала? Нет, не покусала. Ну что же я бы допустила, чтобы ей собака кусала? Может, уже она вам платье порвала? Не, не порвала, что вы говорите. Хорошее дело. Она мне порвала платье, я сама бы ее на куски порвала. В каком-то смысле, я думаю, что они были такие сестры творческие. В сценариях, которые они получали, в которых они имели возможность блеснуть, были столь ничтожные реплики, что они себе это все разукрашивали. В каком-то смысле, я думаю, что и та, и другая могли бы быть блестящими сценаристами и даже режиссерами. Значит, у меня от нее каждые пять минут, мы все это делаем. Жалко, королевства маловато, разгуляться мне негде. Все-таки Раневская получила там главную роль, у нее были какие-то более-менее побольше роли. Арина, она прям бедно, совсем довольствовалась какими-то редкими вкраплениями. Два башмака какие, разные судьбы. Делить им было нечего. У Рины эстрада, у Раневской театр. Обе делали свои карьеры сами, без помощи мужчин. Никто не ставил для них спектаклей, как Завадский для Морецкой, и не снимал фильмов, как Александров для Орловой. Ах, мое любимое кино! И вот что удивительно, все говорили «Рина, Рина!», а снимали других актрис. Я вас люблю. Наверное, тогда надо было выйти замуж за какого-нибудь кинорежиссера. Но мне это прямо не приходило в голову. Раневская сформулировала это жестко. Режиссеры меня не любили, я платила им взаимностью. В этом и была разница. Фаина Раневская воспринимала жизнь скорее трагически, А Рина? Рина всегда стремилась к гармонии. Однажды я ее спросил, Ирина Васильевна, а вот говорят, что хотят затеять такой фильм, где вы будете играть главную роль. И она сказала, да ни в коем, какая главная роль. Я и Фаина, это Раневская, да, мы приправа к большому блюду. Острая приправа. Вы же не можете съесть тарелку горчицы, сказала она. Что предлагали, то и делала. Не отчаиваясь, не жалуясь, прекрасно понимая свою судьбу в кино. Это Рина Зеленая и ее отношение к жизни. Омня прикляра-рара. Что она сказала, мама? Что ты сказала, мама? Омня прикляра-рара. Все прекрасно и редко. После войны Рину Зеленую знала и любила вся страна. Потому что вся страна слушала радио. Я теперь уже большая. Я учусь по букварю. Игрушки все Сереже подарю. Я ждал всегда артистов юмора с удовольствием. Запоминал все, что они говорили. Ирина Васильевна таким образом я тоже запомнил. В 60-х сил, чтобы стоять на эстраде и держать зал, оставалось все меньше. А кино в стране стали снимать больше. И показалось, что и для Рины найдется кое-что. Кто у этого бабушка? Она домой на пенсию. Что за хозяева такие несамостоятельные? Никакому порядку не могу их приучить. Прямо всю нервную систему себе здесь истрепала. Вот, например, жила я у профессора Утятина. Профессор! Опять ору. Можно сказать, ее снимали Гайдай, Рязанов, Хейфиц, Лиозного, Басов, Натансон, Ролан Быков. Но что это были за роли? Вот Гайдай. Где вы видели, чтобы мужья изменяли женам? Я лично такого совершенно не помню. Это же наши мужья, это же наши жены. Это абсолютно нетипично. Правильно. Я тоже много об этом думал. Вот Хейфиц. Господа, среди нас известный писатель, педат сумеречных настроений, господин Чехов. Я сама не чуждо авторства. Я пишу. А это Рязанов. Нам необходимы молодые кадры, они у нас должны быть. Юрий Александрович, вы неисправимы. Елизавета Тимофеевна, для художника необходима фантазия. Я член художественного совета. Мне, например, фантазия абсолютно не нужна. Да, вот еще Рязанов. Ведь нам с тобой, любимый мой, 17 лет, 17 весен, Она сама шутила, что мои роли такие короткие, что если в кино один другому говорит «Смотри, Ирина Зеленая», другой поднимает глаза и говорит «Где?», а ее уже нет. Но все-таки она, например, играла «Деземой». Ее своими руками душил народный артист Удмутской АССР. Никита Михалков как-то в доме кино, я сам это видел, взбежал по лестнице. Ну, он был достаточно молодой. Он взбежал, но известный уже. Взбежал по лестнице, опустился на одно колено и воскрикнул «Рина, вы великая актриса». Приятно, конечно, но у Никиты Сергеевича, которого она знала с самого рождения, роли для нее так и не нашлось. Она была такая блестящая, такая умная, такая остроумная. Мне кажется, это, в принципе, была бы моя актриса. Лебедева. Где Лебедев? К директору. А что у вас там такое случилось, дочка? Это не у нас случилось, это у вас случилось. Ну да. Морозова ваша? Ага. Сейчас ее прорабатывать буду. Не может быть. Я бы ее снимала с большим, при великим удовольствии. Но видите, как иногда расходишься во времени и не встречаешься. И, конечно, она совершенно такого голливудского масштаба звезда могла бы быть. Главное дело, почему я не поздравила? Вы знаете, я вообще могла первое поздравить. Я просто не сообразила. Ее карьеру в кино немного продвинула старость. Смешная красавица никому не нужна. Смешная старушка всегда для чего-нибудь сгодится. Девочка, мы тебя знаем, тебе 10 лет. Да? А что? А? Мы тебя спасем. Как тебя звать? Надя! Отчего вы меня спасете? Ничего не знаете. От старости! Сама Рина очень любила мультипликацию. Вот где ее роли иногда были главными. Отсюда мораль. Что-то не соображу. Ну, ничего. Потом вспомню. Но и в кино к 80 годам Рина достигла вершины своей карьеры. Кто еще мог бы похвастаться чем-то подобным? А где миссис Хадсон? Вы кто? Я миссис Хадсон. Миссис Хадсон. Это я, доктор Ватсон. Она стала миссис Хадсон в приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона. И хотя называла своего персонажа мебелью, спросите у любого зрителя. Миссис Хадсон – это главная роль. Завтрак будет через полчаса. Так закончилась кинокарьера актрисы Зеленой. И это, конечно, доказывает, что даже у очень грустных историй бывает счастливый конец. Затянулась бурой тиной Гладь старинного пруда Ах, была как буратино Я когда-то молода Однажды ночью Рина проснулась от того, что муж корчился от боли и мертвой хваткой вцепился в ее руку. Это был инфаркт. После второго инфаркта его не стало. Мы всегда ходили как дураки, держась за руки. Сейчас это принято, а тогда нет. А уж пожилые – это просто глупо. Ну, такая была привычка. Они растворялись друг в друге. Буквально они были как одно целое. И вдруг половина этого одного целого умерла. Это, конечно, ужасно. Я не замечал никаких изменений. У ней была такая очень сильная энергетика. Реакции все были очень точные и неожиданные. И юмора масса была. Нам дали автобусик маленький. И мы помчались по Невскому, и из улицы Поперечен выскочил такси и ударил на звук. Рина пролетела весь этот пролет между креслами и оказалась у меня на коленях. Обняла меня за голову. Знаете, что она сказала? «Спокуха, я с вами». Вот это характер такой. Про ее последние годы рассказали много неправды. Брошенная старуха в доме престарелых. Рина не была не брошенной. Прошу вас еще немножечко отчаяния. Умиряю вас. Весь цивилизованный мир будет знать о вашем горе. Я не хочу, чтобы из меня делали сенсацию. Я буду сидеть на этой тумбе, пока не умру. А умру я не скоро. Она жила с племянницей Тамары и ее семьей. В последние годы часто уезжала из центра Москвы, где ей было тяжело дышать, в Матвеевское, в дом ветеранов кино. Ей было почти 90. И у этого возраста свои законы. Я к ней зашла, нечаянно. Она плохо слышала. У нее было включено очень сильно радио. Она его так сюда прислонила себе, к уху. И слушала какие-то на гигантской слышимости вот эти новости. Она меня даже вообще не заметила. Когда человек становится старым, то он и все окружающие знают, что так и будет, так и будет до самого конца. Успокойтесь, дорогая. Она теряла зрение, смотрела телевизор в бинокль, сломала шейку бедра. После операции Герт приезжал к ней учить ходить заново. И она стала ходить. Она и в старости жила так, как хотела. А хотела, чтобы было лучше тем, кого любила. И если старость может быть счастливой, то у нее было что-то похожее. Я очень часто ее вспоминаю. И всегда с любовью, и всегда с горечью такой утратой. Потому что она была просто другом, настоящим другом. Там на большой высоте Даже сказать страшно где Звезды висят, как будто апельсины. А между звезд, между звезд Задравших хвост, пышный хвост Входят кометы, вожат, как павлины. В последние годы шутила, что если и дадут звание народной артистке СССР, то за 40 минут до смерти. Ошиблась. Умерла 1 апреля 1991 года. Как раз в тот день президент Горбачев должен был подписать указ о присвоении звания. Так она и не стала народной. И у нее наверняка нашлось бы, что сказать по этому поводу. Зато была и осталась счастливой. И этого не дать ей, не отнять у нее, не мог никто. Ну вот и все. Что будет дальше по программе, я не знаю. Но имейте в виду, что это уже точно буду, не я и нет. Так высоко, высоко, кто-то пролил молоком, и получилась млечная дорога. А вдоль по ней, вдоль по ней, между жемчужьих полей, месяц пьет, как белая пирога. А на луне, на луне, на голубом, на луне, лунные люди смотрят глазки в зону. Как на луне, на голубой, шар на луне, шар на земле, очень красиво всходит и заходит. Очень красиво всходит и заходит. Субтитры создавал DimaTorzok